Больше всего вложились в эту кампанию, завезли оружие с 2018 года, завезли дополнительные комплекты вооружения, когда Украина кричала, что они вот-вот одержат победу. А теперь им нужно подвести отчеты. И уже Байденом напрямую спрашивают, а 40 миллиардов вы отчитаетесь? Куда? И вот Квитти, я думаю, здесь выступил в качестве такого человека, который выдает конфиденциальную информацию, потому что действительно Америка все учитывает, все куда двигается, несмотря на то, что политики говорят, мы не знаем, куда идет то или иное вооружение, все не знаем. Потому что если бы они не знали, это просто было бы деньги на ветер, и те, кто подписывал все эти поставки, ответили бы перед законом, почему столько поставили и так далее. Но здесь ведь еще немаловажный фактор, который не раз здесь говорил, что соотношение потерь сейчас складывается не в пользу украинской армии, уже достигло показателей 1,35, а на некоторых участках 1,40, поэтому 200 тысяч могут оказаться и реальными мертвыми душами, которые ушли, и от которых украинское правительство хочет не замечать, потому что за них надо выплачивать компенсации семьи. А так можно говорить, что они где-то на фронтах и так далее. Поэтому заявление Твити, оно бьет как бы по двум источникам, и по Байдену, и по Зеленскому. Потому что те должны сказать, а где эти 200 тысяч человек? Действительно, мы не знаем, сколько из этих 200 человек реально живы, или они уже убиты, потому что Украина скрывает полностью свои военные потери, а они чудовищные, уже чудовищные. К сожалению, это цена, которую платят за свою болью киевский режим. Мы продолжим анализ специальной военной операции и международного контекста вокруг него посредством. Суд оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, считает, что вина подсудимой доказана. Осторожно, Лена, близко. Я сам и следую. Елагина, Вера Андреевна, это же вы? Вам что-то нужно? Капитан Пахомов, Следственный комитет. Вы знаете, что это? Как вы уже говорите, пусть расскажет мне, что я должна делать, когда мой пациент анголи этот выбор будет как на плечу. Абук, Минобороны приводит новые данные из зоны спецоперации. Как сообщают ведомства, ликвидированы более 300 мионацистов. Под Николаевым сбиты два 29-х Мига и вертолет Ми-8, ликвидированы 11 беспилотников. Уничтожены ангары с оружием, а в Харьковской области ликвидирован танковый завод. В районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники вооруженной силы Украины. Кроме того, высокодочными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженной силы Украины. Также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». Уничтожены 4 склада с вооружением и боеприпасами. В районе Зеленого пункта Чугой в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники вооруженной силы Украины. Ну а вот новые имена наших военных, которые отличились в ходе спецоперации. Александр Бояршин обнаружил тщательно оборудованный украинский опорный пункт и при этом первым вступил в бой и подавил от него и точку противника. Бояршин был подтужен, но уничтожил еще два вражеских гранатомета и несколько боевиков. На опорном пункте были обнаружены карты с позиции имени нацистов и небольшое количество иностранного оружия. Батальон Сергея Большакова обеспечивал связь с стрелковой бригадой. Противник велошеквальной минометной огонь по российским военным и артиллерийским залпам была повреждена антенна. Подполковник Большаков и его бойцы под непрерывным огнем восстановили связь. Командованию были оперативно переданы координаты целей. Командир отделения гаубичного взвода Григорий Бершин поддерживал артиллерии и наступление наших тактических групп. Российские военные вступили в неравный бой. Старший сержант Бершин тремя точными выстрелами уничтожил БМП, бронеавтомобиль, минометный расчет противника и более 20 веков. Минобороны России показали кадры боевого применения многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Они совершают по нескольку боевых вылетов в день, работая в составе смешанных групп винтокрылых машин. Ми-35 в них это основная ударная сила. Руководствуясь данными разведки, он прицельно уничтожает украинскую бронетехнику и минометные расчеты, оказывая значительную поддержку нашим подразделениям на передовой. Внешне машина напоминает широко используемый 70-х Ми-24, но отличия есть. Это мощный двигатель, новая пушка, компьютерная система прицеливания и специальный бортовой комплекс обороны, который сбивает ракеты противника с курса. Но тем временем российские зенитщики отслеживают и сбивают все, что несет угрозу для российских войск и мирных жителей. Крылатые ракеты, вертолеты, беспилотники, самолеты противника. О работе наших ПВО. Военкор вести Егор Григорьев. Кадры объективного контроля фиксируют пуск ракеты и комплекса ТОР. В небе уничтожен вражеский беспилотник. Пытался прорваться к позициям российской ПВО на Харьковском направлении. Проходил здесь сзади сзади летательные аппараты противника. Комплекса уничтожает их с одной ракетой. Шелкать как орешки? Так, конечно. ТОР обнаружит любую цель в небе в радиусе до 32 километров и даже на предельно малой высоте в 10 метров. Это, можно сказать, последняя линия защиты, если противник таки сумел подобраться. Комплекс очень компактный, но при этом полностью автономный. Здесь есть система обнаружения, наведения и сопровождения целей. Система найдет их до 40, при этом делит самое опасное. Вот здесь на мониторе мы видим 4 точки, при этом экипаж получит информацию об оптимальной очередности поражения. ТОР – часть эшелонированной системы ПВО вместе с буками, самоходными, огневыми и пускозаряжающими установками. Вот, многотомная ПЗУ с невероятной легкостью выползает из укрытия, чтобы доставить ракеты на позиции. Зенитчики этого дивизиона надежно защищают небо, прикрывают и расположенные рядом населенные пункты, и передовые войсковые соединения. Сбивали истребители, и вертолеты почти ежедневно. Уничтожают беспилотники и ракеты. Похоже, не ожидая такой эффективности, противник начал экономить снаряды. Поражая те же баллистические цели, такие как ТОР, противник не видит смысла просто расходовать свой боекомплект в нашем направлении, при созданной такой сильной группировке противозвучной обороны. Враг работает словно по графику, но такой выработанный режим скорее уловка, потому система ПВО контролирует небо круглосуточно. Хорошо замаскирована машина командира дивизиона, а именно сюда попадает информация с РЛС, с воздуха, с беспилотников, а по всех целях. И именно здесь принимается решение о том, какая ударная установка отработает и по каким мишеням. Очередной удар ВСУ пробует нанести уже ночью. По населенному пункту запущен реактивный снаряд. Командный пункт российского дивизиона ПВО ставит задачу расчета ТОРа на отработку цели. Егор Григорьев, Олег Макаров, Александр Боткин, Вести, Ольгарская область, Украина. В Доме правительства сегодня вручили награды социальным работникам. У них сегодня профессиональный праздник. По церемонию приехали сотрудники соц. учреждений со всей страны. Для своих подопечных они не просто помощники, а по-настоящему близкие люди, готовые помочь и поддержать в трудную минуту. Михаил Мишустин поздравил собравшимся с праздником и отметил важность их работы для всего общества. Хочу сказать, что вы делаете огромное без страны дела и благодарить вас за ваш нелегкий, незаменимый труд. Он по силам только людям большого сердца, которые умеют искренне сопереживать чужой беде. Президент отметил, что многие видят важнейший смысл жизни в том, чтобы помогать тем, кто рядом и кто нуждается в помощи. Важно, чтобы поддержка была доступна всем, кто к ней нуждается. Чтобы она была адресной, удобной, учитывала состояние здоровья. Пенсионный фонд России и фонд социального страхования ждет объединения. Вот об этом не только через пару минут после рекламы. Специальный выпуск программы 60 минут. Германия была крупной экономикой, которая спонсировала Польшу. Тебе Польша рассказывает, где... Тебе Польша рассказывает, где... Тебе Польша рассказывает, где... Тебе Польша рассказывает... Тебе Польша рассказывает, где... Субтитры делал DimaTorzok На котором актер пытался оправдаться за свое поведение Приговор суда был достаточно мягкий 14 месяцев условного срока Гораздо более тяжелым наказанием для Галкина стало осуждение окружающего Слава к Владу пришла после того, как он появился на экране В виде перспективы развития И очень важно отметить, что все то, что мы приобретаем Даже после окончания договора рейтинга остается в поле Остается работать как техника, которая работает на полях Наша география велика Мы работаем во всех регионах Российской Федерации У всех абсолютно равный доступ к нашим продуктам и к нашим услугам Яркий пример из наших ярких поезданых поставок Это поставки республики ГРМ Ровно через 2 месяца после того, как регион присоединится в состав Российской Федерации И надо сказать, что это самый крупный регион В котором 50% всех, которые находятся на полях Преобъяснены через систему Русской Федерации Мы продолжаем эту работу Правительство России продолжит расширять социальные услуги И предлагать доступные для людей меры поддержки Заявил Михаил Мишустин Глава Камина вручил сегодня награды А работникам социальной службы Рассказал о том, как в России работает система социального контракта Сотрудники органов соцзащиты помогают и тем Кто оказался в непростой материальной ситуации Одним из действенных механизмов является так называемый социальный контракт Заключив его, семьи с низкими доходами получают возможность улучшить свое положение Найти работу, пройти переобучение, открыть дело или развивать подсобное хозяйство По поручению президента правительство направляет всем регионам необходимые на предоставление такой поддержки средства Вы бежите на текущий год на предосмотрение порядка 26 миллиардов рублей Сейчас заключено уже свыше 100 тысяч контрактов Которые помогут более чем 300 тысячам наших граждан После Турции, Армении, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ереван Тем для обсуждения очень многое двустороннее сотрудничество Это ОДКБ Карабах Ранее сегодня Лавров уже провел переговоры с главой турецкого МИДа Мевлутом Чавушаго Обсуждали Сирию, НАТО, украинское зерно Обо всем по порядку в материале нашего специального корреспондента Бориса Иванова В четверг пройдут переговоры Сергея Лаврова с Армянским, коллегой и главой МИДа Республики Араратом Мирзаяном А также встречи с премьер-министром и президентом Армении Ну а уже после завтра Сергей Лавров примет участие в заседании министров иностранных дел стран ОДКБ Организации договора о коллективной безопасности Подробные изъявления, все детали этих переговоров и встреч будут известны уже завтра Ну а сегодня подробный разговор состоялся с турецкой страной в Инкаре Где проходили переговоры Сергея Лаврова и Мюглю Тачушаглу Это министр иностранных дел Турции Встреча продолжалась около полутора часов за закрытыми дверями И ключевым вопросом, конечно, стал экспорт зерна с Украины Там сейчас в портах заперты иностранные суда, которые могли бы вывести зерно на мировые рынки По предварительной данным речи идет о 20 миллионах тонн Запад нагнетает обстановку, предрекая глобальный продовольственный кризис Но Сергей Лавров в очередной раз пресек эту панику Наши западные коллеги и сами украинцы пытаются вынести в разряд вселенской катастрофы Хотя доля этого зерна, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису Нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет Об этом подробнейшим образом говорил президент Путин неделю назад в специальном интервью Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей Которые ищут пути разблокировать ситуацию И вывести и зерно из украинских портов И дать выйти из этих портов иностранным судам Которых там несколько десятков И которые там в общем-то используются в качестве заложников по большому счету Надо сказать, что Россия со своей стороны выполняет все обязательства Она обеспечивает безопасный выход иностранных судов из украинских портов Вплоть до турецкого пронива Пасфор Препятствие наворот чинит как раз Киев Речь прежде всего о заминированной украинскими властями, украинскими военными Даже если сказать точнее, акватории Черного моря Там перед началом российской спецоперации мины украинская сторона разбросала так Что они теперь перехуют настолько беспорядочно Что некоторые обнаруживают даже у турецких берегов А это, согласитесь, угроза всему мирному судоходству Теперь Киев вроде бы готов начать работы по разминированию Но пока подвижки очень слабые Украина опасается, что Россия воспользуется этими действиями И ее военные корабли якобы войдут в порты Николаева и Одессы Этого не произойдет, и Москва это гарантирует Говорил про это недавно и президент Владимир Путин И сегодня в очередной раз подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров Но Киеву этого мало Он наставит на встрече двух глав государств Что касается встречи между господином Зеленским и президентом Российской Федерации Многократно мы все это объясняли Зеленский хочет встречи ради встречи Он, у него 7-5 мест на неделю Он заявлял уже неоднократно Я буду разговаривать, переговоры возобновим Только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля Это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам Которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле Поэтому таких метраний мы наблюдаем ежедневно несколько раз И исходя бы с того, что сначала нужно Чтобы переговорные команды возобновили работу Мяч на стороне украинцев уже почти 2 месяца С середины апреля И с тех пор никаких обратных реакций мы не получали Вот, собственно говоря, и все А цели военной операции, которые сейчас проводятся Они всем хорошо известны Они приобъявлены и они будут достигнуты Добавлю также, что Турция, в свою очередь, выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине И уже не в первый раз становится посредником в переговорах Она наставит, чтобы переговорный процесс между Россией и Украиной продолжался Но интерес Анкары понятен И в том, что касается экспорта пшеницы Поскольку, с одной стороны, за помощь в разблокировке портов Украина Якобы пообещала Анкаре скидку в 25% Об этом пишет турецкая пресса Со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Но, а с другой стороны, из всей пшеницы, которую Турция завозит Вот, например, только за прошлый год 70% импорта это как раз российское зерно Но с его поставками сейчас тоже проблемы Из-за санкций, введенных Евросоюзом Турция к этим ограничениям не присоединилась И более этого наставит на том, чтобы их смягчили Об этом сегодня заявил глава турецкого министра Украина Чмошакова Хочу отметить, что требования России о том, что российское зерно Подсолнечное масло должно быть доставлено на мировой рынок Легальное и разумное требование Считаем неправильным, что и подсолнечное масло, зерно Вообще и в сельскохозяйственных культур Включен в санкционный список Европы Считаем эти разговоры тоже неправильными Необходимо устранить эти проблемы Чтобы и Украина, и российская сторона Смогли иметь возможность осуществить экспорт Этих сельскохозяйственных культур В ходе переговоров Москва и Анкара сверили часы Что называется по целому ряду вопросов Это в том числе и антитеррористическая операция Турции на севере Сирии Против курских формирований Которые орудуют, кстати говоря, в провинции Алепа Где дислоцированы в том числе и Российские вооруженные силы У которых есть свои задачи по восстановлению мира В этом регионе Так что наша страна прекрасно понимает И разделяет озабоченности Турции Угрозами возле ее границ Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров Они с министром Чуршагу Уже собирались покинуть зал После пресс-конференции Когда неожиданно с вопросом Вне регламента поднялся Со свое место украинский журналист И Сергей Лавров Который уже отошел от трибуны Вернулся к ней И согласился на этот вопрос ответить Что из украденного в Украине Помимо зерна Россия уже удалось продать? У вас все время голова болит о том Где бы что своровать И думаете, что все так поступают Я вам отвечаю Мы занимаемся реализацией целей Которые были объявлены публично Избавить восток Украины От давления неонацистского режима Вот чем мы занимаемся За зерно Мы сегодня объяснили Что зерно может свободно Транспортироваться в пункты назначения Со стороны России Никаких препятствий нет Для этого нужно, чтобы Господин Зеленский Дал команду Если он еще чем-то там командует Чтобы разрешили иностранным Да и украинским судам Выйти в Черную море И, кстати говоря, уже есть Первая реакция украинских властей На переговоры России, Турции и Ванкаре Вот я процитирую Киев приветствует усилия По разблокировке портов При учете интересов безопасности Украины Это слова министра иностранных дел Этой страны Дмитрия Кулебы Дмитрия Кулебы